В Махачкале 14.45 в студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Указом президента России Владимира Путина сегодняшний день объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. Напомню, накануне утром потерпел крушение самолет Министерства обороны России Ту-154, летевший в Сирию. Вскоре после взлета из аэропорта города Адлера по неизвестной причине лайнер рухнул в Черное море. Всего на борту самолета находилось 92 человека, 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие Минобороны, артисты ансамбля имени Александрова и 9 наших коллег, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». В числе погибших и начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил России Валерий Халилов. Он родился в семье военного дирижера Михаила Халилова, имеющего дагестанские корни. В этом году Валерию Халилову было присвоено звание заслуженного артиста Дагестана. Военный оркестр Минобороны России в июле этого года дал концерт в Дербенской крепости Нарын-Кала, а затем в День Конституции Республики принимал участие в торжественном концерте в Махачкале. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в своем официальном аккаунте в сети Instagram выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова был удостоен премии «Голос дружбы» фестиваля «Белые журавли России», учрежденного в память о нашем великом земляке Расуле Гамзатове и его бессмертной песне «Журавли». «Приношу от имени всех дагестанцев соболезнования родным и близким погибших». «Это наша общая трагедия», – написал Рамазан Абдулатипов. Запланированное на сегодня выступление финалистов Дагестанской лиги клуба веселых и находчивых перенесено на неопределенный срок из-за траура по погибшим в авиакатастрофе в небе над Черным морем. К другим темам. Сегодня итоги года подвели на заседании правительства республики. В 2016 году главное внимание уделялось социальным вопросам и развитию промышленности. В дань памяти и уважения Гацатлинской ГЭС присвоили имя известного проектировщика Владимира Минина. Он, как и сотни других его коллег, приехал в нашу республику и принимал участие в строительстве больших гидроэлектростанций. О спорте. Церемония награждения «Лучший спортсмен года» прошла в Доме дружбы. Главная номинация заслуженно досталась олимпийскому чемпиону Абдурашиду Саадулаеву. И в конце выпуска о погоде в Махачкале от одного мороза до одного тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова